Пробка на несколько километров ежедневно образуется на путепроводе в районе поселка Соколовка. Рязанцы стоят в ней утром с 8 до 10 часов и вечером после работы. Несмотря на то, что на единственном в городе платном участке дороги установлено 5 терминалов для оплаты, машина движется очень медленно, а огромный поток здесь не от хорошей жизни. Альтернативы у водителей практически нет. Да постоянно в пробках в этих. Вот стоишь, ты пока туда проедешь, ждешь, ждешь. Попадаем прилично, стоим минут по 10, по 20. 5-6 раз в день здесь ездим. Ну ездим, да, часто. Альтернатива у нас только осталась через Шлаковое, через Куйбышевское шоссе. Здесь больше альтернативы нет. Обещали то, что откроют этот проезд старый, но как блоки оставили, так они и остались там перекрыто все. Но здесь вообще нет альтернативы. Взяли и закрыли, мягко говоря. Был переезд, на нем стояли, а сейчас теперь так же стоим, только за деньги. Платные дороги скоро появятся и в Рязанской области. Речь идет о дорогах регионального и межмуниципального значения, которые построили и отремонтировали с помощью частных инвесторов. Точно известно, что в их число войдет продолжение северного обхода, который соединят с федеральной трассой М-5. Будет проложено более 50 километров дороги. Работу планируют выполнить до 2025 года. Также платной будет магистраль, которая соединит северный обход с Михайловским и Московским шоссе. О других участках пока информации нет. Зато региональное министерство транспорта опубликовало цены на проезд. Минимальная стоимость за один километр дороги составит 12 рублей. По искусственным сооружениям – 84 рубля. Максимальные ставки предусмотрены для большегрузов. Для них стоимость проезда будет 38,5 рублей и 269 соответственно. Причем тарифы планируют индексировать ежегодно. Будут ли эти цифры оправданы, сейчас сказать сложно. Зато можно проанализировать ситуацию на путепроводе через железную дорогу. Напомним, что сейчас цена платного переезда составляет 25 рублей наличными и 20 по смарт-карте. Но многим рязанцам она кажется завышенной. Хотелось бы, конечно, дешевле. Очень плохо относимся. Только хотя бы рублей 15 бы сделали, было бы вообще красиво. Вообще, как бы, думаю, что 10-15 рублей было бы нормально. А 25 рублей за такой маленький участок – это, конечно, я считаю, многовато. Ты ездил в Крым, там за 90 рублей, за 60 рублей проезжаешь многокилометровое расстояние, а здесь, получается, за 150 метров платишь 25 рублей. Конечно, это круто. Высказать свои пожелания о стоимости платных дорог может каждый. В региональном министерстве транспорта их ждут до 19 сентября. Направить обращение можно по факсу 28 10 30 или на электронную почту. Минтранс, собака Минтранс, defis rzn.ru Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».